МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Крымом правительстве утвердили рост тарифа на 7%. Кот худеть не будет. Дело в том, что кот не очень хорошо переносит перелеты, поэтому я стараюсь не брать его в поездки, а брать его только в исключительных случаях. Хозяин кота Виктора, который внезапно стал известен на всю страну, дал эксклюзивное интервью телекомпании Афонтова. Добрый вечер. Новости уфер Афонтова. В студии Ольга Дубровская. И начинаем. Два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы в Благовещенском колледже. По версиям очевидцев, 19-летнего студента Амурского строительного колледжа выгнали с занятий за опоздание. После чего он вернулся в аудиторию с ружьем и открыл беспорядочную стрельбу. Один из учащихся погиб на месте. Студенты из других аудиторий выбежали на улицу, где увидели автоинспекторов, и сообщили им о выстрелах. Инспекторы блокировали стрелка в аудитории. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий. В это время полицейские обеспечили безопасный выход студентов и преподавателей из колледжа. На месте происшествия обнаружены тела двух молодых людей, в том числе осуществлявшего стрельбу. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали трое человек. Им оказывается медицинская помощь. Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел об убийстве нескольких человек, а также на персонал колледжа, о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Охранник, который пропустил студента с ружьем в здание, задержан. В Благовещенск направлены столичные криминалисты, они будут помогать вести расследование. Добавлю, в 2018 году в колледже в Керчи погиб 21 человек. Студент колледжа принес на занятие помповое ружье и взрывчатку и открыл стрельбу по сокурсникам. После этого безопасность в учебных заведениях взяли на особый контроль. Повышение платежей за капремонт утвердило краевое правительство. С января мы будем платить на 7% больше. В реальном исчислении капремонт станет дороже примерно на 50 копеек с квадратного метра. Напомню, изначально поднять тариф планировали на 14%. Но после вмешательства губернатора края решили остановиться на 7%. Сейчас на счетах фонда капремонта лежит более 9 миллиардов рублей. И деньги расходуются очень медленно. Виадук на Симофорной все-таки появится. Об этом накануне заявила депутат законодательного собрания Марина Добровольская. Пять лет назад надземный пешеходный переход обрушился после того, как в него врезалась машина. С тех пор жителям приходится делать огромный круг, чтобы оказаться на соседней улице. На участке с интенсивным движением возросло количество несчастных случаев. Когда появится новый мост и кто финансирует строительство, знает Ирина Цуканова. Очень хотим, чтобы это восстановилось. Очень просим, восстановите. Было очень удобно. Раз, и так, и там. А теперь вот только по кругу. Пожалуйста, восстановите. Вот уже пять лет жители Кировского района жалуются на отсутствие надземного пешеходного перехода через железнодорожные линии. Ближайшие виадуки на расстоянии километра хоть в одну сторону, хоть в другую. Да и добраться до них непросто. Неудобно вообще, потому что люди там, и пожилые люди, и с детьми, и с колясками. Это вообще. А если добраться, например, на Павлово, а на Павлово здесь транспорт отсюда не идет никуда, только 65 идет на счетца, а чтобы перейти на Павлово, это, ну, бесполезно. Тем более, такое интенсивное движение, что здесь, ну, без видуга очень тяжело. В июле 2014 года в Виадук в районе дома номер 327 на Симафорной врезался 35-тонный грузовик. Возитель был пьян. Пешеходный мост, который в том же году отметил полувековой юбилей, рухнул. В аварии погибла женщина. Разрушенный мост соединял две стороны одного микрорайона, между которыми пролегли линии железнодорожных путей и опасный участок автомобильной дороги. Виадук обещали восстановить к концу года. Прошло пять лет, мост еще не начали возводить. Мост начнут строить уже через год, сообщила депутат законодательного собрания Марина Добровольская. Это будет современная переправа со всеми коммуникациями и лифтом для маломобильных людей. По предварительным подсчетам строительство обойдется в 200 миллионов рублей. В бюджете города на следующий год стоит сумма, это не маленькая сумма, 12 миллионов на проектно-смертную документацию, которая четко абсолютно обсчитает стоимость самого проекта. И сам проект возьмет на себя край, о чем договоренность абсолютнейшей в виде документа есть. И есть такие задумки, обратиться в инвестиционный отдел РАОЖД. Представители Красноярской железной дороги тоже заинтересованы в появлении нового моста. Он необходим для безопасности людей. Но за свой счет железная дорога должна возводить пешеходный мост только в том случае, если по нему пассажиры будут проходить на посадку на поезда и возвращаться на вокзал. Разрушенный виадук такой функции не имел. Мы будем принимать в этом финансовое участие, безусловно. От нас потребуются финансовые затраты и большая работа буквально по подготовке нашей инфраструктуры к выносу необходимых технических коммуникаций на месте строительства будущего моста, а также в безвозмездном предоставлении технических окон. В декабре примут бюджет на будущий год. Пока есть только устная договоренность депутатского корпуса с администрацией о том, что в бюджет будет включен пункт о строительстве пешеходного перехода на Симофорной. При благоприятном исходе в следующем году разработают проект виадука и посчитают его стоимость. Строить мост начнут в 2021 году. Ну а пока пешеходы регулярно не по правилам перебегают этот опасный участок дороги. Со времени обрушения моста на этом месте произошло несколько происшествий, в том числе со смертельным исходом. Ирина Цуканова, Михаил Ткачук, Афонтова новости. Рекорд по урожайности зерновых установили красноярские аграрии. В этом году им удалось собрать почти 26,5 центнеров с гектара. Это лучший результат за 85-летнюю историю Красноярского края. Окончание сезона землевладельцы сегодня отметили в МВДЦ Сибирь. Там прошел праздник День урожая. Подробности в сюжете далее. Ну, наверное, грамм 250-300. Этот, я думаю, грамм. 360 грамм. Еще вчера эти помидоры росли в круглогодичной теплице в Минусинском районе. Их специально сняли с куста и привезли на ярмарку в Красноярск. Средний вес одного помидора, рассказывают фермеры, 300 граммов. Абсолютный рекорд – 2 килограмма 236 граммов. Сегодня свой урожай презентуют больше 50 фермерских хозяйств со всего Красноярского края. Сибирский край, богатырский край, родное мое Красноярск. Играй, родной, навсегда с тобой. С домашними пирогами и песнями встречают посетители фермеры Абонского района. Ежегодный сельскохозяйственный потребительский кооператив «Флагман» выигрывает государственные и региональные гранты. Кооператив снабжает жителей района молоком, мясом и домашними колбасами. Благодаря нашему губернатору, который шагает в ногу вместе с нами, который тоже человек земли, который знает, как растет хлеб, мы ему приносим большую благодарность. Мы благодарим его за то, что он рядом с нами, за то, что сельскому хозяйству идет такая поддержка. В этом году красноярские аграрии установили рекорд по урожайности зерновых – 26,4 центнера с гектара в первоначальном весе. Еще один рекорд по урожайности картофеля – 184,5 центнера с гектара. Оба результата стали лучшими за 85-летнюю историю Красноярского края. Кроме того, наш регион в 16-й раз подряд стал первым по урожайности в Сибирском федеральном округе. Сегодня губернатор края Александр Ус поздравил аграриев с успешным окончанием сезона. Глава региона отметил, сельскохозяйственную отрасль продолжит поддерживать. В этом году реализуются инвестиционные проекты с суммарной емкостью 9 миллиардов рублей. Серьезная сумма. И мы просчитали ближайшую перспективу до 2024 года. Объем инвестиций минимум, я подчеркиваю, минимум 32 миллиарда. У нас хороший закон о сельскохозяйственной поддержке. Глава региона также посетил ярмарку свежих продуктов. В этом году под одной крышей собрались не только местные фермеры, но и аграрии со всей России. Ассортимент большой. Северная рыба, соленья, грибы. Например, вот эту халву производят в Ростове-на-Дону. Самая большая очередь традиционно выстроилась за мясными деликатесами. Свинокомплекс «Красноярский» уже пять лет снабжает жителей края и соседних регионов с свининой. Охлажденное мясо не уступает по качеству зарубежному продукту. Предприятие работает по мировому стандарту. В этом году свинокомплекс продал на тысячу тонн мяса больше, чем в 2018-м. Однажды тоже на ярмарке здесь брали этого свинокомплекса. Нам понравилось. И, во-первых, здесь нежирная свинина. Самое главное, что вот для меня. Поэтому и мясо нормальное. Мы местный производитель. Используем сырье, выращенное в Красноярском крае. Поэтому здесь все свежее, качественное и сразу натрелава. Праздник «День урожая» продолжится завтра в Большом концертном зале краевой филармонии. Аграриям вручат награды и почетные грамоты. Самые лучшие уедут с праздника на новых автомобилях. Екатерина Деревянко, Алексей Егоров. Афонтова новости. Волшебный лед Сибири пройдет в Красноярске на Старый Новый год. Мастера будут создавать фигуры изо льда и снега с 13 по 19 января. Сейчас от зимних художников ждут заявки и эскизы проектов. В этом году конкурс снежно-ледяных скульптур проведут на набережной на участке от Вейнбаума до диктатуры пролетариата. До этого работы выставлялись на острове Татышев. Прошлый конкурс приурочили к универсиаде, которая проходила в марте. Из-за потепления фигуры простояли совсем недолго и быстро разрушились. Напомню, открытый фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лед Сибири» проходит в Красноярске с 2013 года. Создать новую площадь возле автовокзала предложили архитекторы. Территорию, разорванную дорогой по улице Аэровокзальной, специалисты предлагают сделать единый. А транспорт пустить по краям и разместить там автобусные остановки. Общая площадь возможного пространства почти полтора гектара. Территорию предлагают разделить на три блока со скейт-парком, игровыми площадками, подземной парковкой, прогулочной зоной и местом для массовых мероприятий. Административный кодекс переписывают в России, штрафы вырастут в разы. В будущую редакцию КОАП включат статьи, которых раньше не было. Именно эти новые составы касаются, например, в угла собак, опасных пород, безнамордника и поводка в общественных местах. Подобные прогулки будут стоить нарушителям от трех до пяти тысяч рублей за каждый выход. На празднование 75-летия Победы в крае потратят 25 миллионов рублей. Деньги заложены в госпрограмме развития культуры и туризма на два года. Ее одобрили депутаты. Три миллиона рублей в 2020-м направят на реконструкцию мемориалов погибшим в годы Великой Отечественной войны по всему краю. Щенку из машины на кольцевой нашли хозяина. Собаку обнаружили 12 ноября запертой в машине. По сообщению очевидцев, животное просидело там сутки. Чтобы его вызволить, пришлось проводить спецоперацию с участием полиции. Специалист по взлому замков при свидетелях вскрыл дверь. Оттуда вытащили щенка и снова закрыли автомобиль. Собаку забрал на передержку краснояриц и вот теперь ей нашли новый дом. Кто такие сантехмены? Что такое сифоны? Почему профессия слесаря иногда близка к психологу? Мастера из правобережной управляющей компании сегодня провели открытый урок для школьников. Показали, как чинить краны и научили девчонок делать уголки из труб ПВХ. Клавдий Стельмахович расскажет подробнее. Вот эта накидная гайка и больше ничего. И это тоже хороший плюс. Меньше гаек, меньше течень. У хорошего сантехника в голове умещаются десятки схем водопроводов и систем отопления. И отдельно взятых квартир и целых небоскрёбов. Даже улицы городов, если это инженерная элита. Их движения точны, а руки умелые. Это почти хирургия. Только вместо сосудов с кровью трубы с водой. Кто-то по старинке думает, что такое сантехник. А кто-то просто не замечает. Ну, у вас всё течёт, куда надо. И не вытекает, куда не положено воды. И вроде бы всё нормально. Но это же не делается без труда. В это надо вкладывать труд. О своём труде Виталич и Владимирович школьникам рассказывают в библиотеке. Они много лет поддерживают изношенные коммуникации в общежитиях на правобережье. Каждая из них почти супер-марио, только условных принцесс. Они спасают не от черепашьего короля из видеоигры, а от вполне реальной опасности. Прохудившихся трупп и сломанных кранов. Но самое сложное – договориться с жильцами. Сантехник, он ведь ещё и психолог. Был один случай. Пришла девушка, у них тоже дома проведена моечка, всё это, технические приборы. У неё лопнул слам. Вот она не знала, что ей делать. Ну вот пришли, подняли, взяли инструмент, приходим. Всё, перекрыли воду, заменили подводку гибкую. Она осталась довольная. Послушать о сантехническом мастерстве привели учеников средней школы. Как ни странно, девчонки следят за манипуляциями с трубами куда с большим интересом. Алина записала весь мастер-класс, а потом единственная попробовала соединить уголок. Вытаскиваем, вот, и вставляем. Алина, скажи, как ощущения. Ощущения есть. Здорово. Это интересно. Можно сюда прийти, посмотреть ещё раз в своём архиве, и потом почувствовать, что он рисовал. То есть вы набиваетесь самостоятельно? Да, это с кранами. Ну, может быть, я не захочу, чтобы кто-нибудь приходил, хочу самая сняться. Теперь самостоятельно сможете на кухне? У вас не держит вода? Или всё-таки не рискнёте самостоятельно? Да, может быть, но она вряд ли получится. А захотелось бы вам стать? Нет. Нет? Берёте её, учёте? Программистом. Собственного праздника у сантехников нет. Они делят его с другими коммунальщиками. Зато есть свой чемпионат. Мастера Владимира из Правобережной УК как раз сейчас борются за звание главного сантехмена России. Не в орденах же делал. Знаете, как приятно, когда ты работаешь, работаешь с людьми, начинают просто с тобой здороваться элементарно. Просто здороваться. Каждый второй, каждый третий, а то и каждый. Вот это вот признание самое главное. Клавдий Стармахович, Михаил Ткачук, Афонтова. Новости. Кот Виктор и его хозяин Михаил Гарин, главный герой российского интернета в последние два дня, сразу после рекламы, интервью с владельцем толстого, но обаятельного котика. Вы смотрите новости Афонтова. Продолжаем выпуск. История слишком большого кота. Сегодня мы связались с Михаилом Галиным, хозяином того самого кота Виктора, который прославился на всю Россию. Виктор весит 8 килограммов, а вместе с переноской все 10. А это на 2 килограмма тяжелее, чем разрешено для перевоза в самолетах аэрофлота. Эту историю сейчас обсуждает вся страна. В интернете запустили шуточный флешмоб «Я, мы, толстый кот». Пользователи публикуют вот-вот такого рода фотографии с хэштегами «Бронебагаж», «Виктор летай» и «2 килограмма непреступления». Михаил, чтобы провести кота в самолете на этапе регистрации, заменил животное на другое, похожее, но с меньшим весом. Кота-близнеца он нашел через друзей в Москве. В авиакомпании находчивость хозяина не оценили и лишили Михаила Галина 370 бонусных миль. Но кот, как уверяет Михаил, ему дороже лояльности авиаперевозчика. Дело в том, что кот не очень хорошо переносит перелеты, поэтому я стараюсь не брать его в поездки, а брать его только в исключительных случаях, вот как было сейчас, когда мне нужно было переехать сразу несколько лет в другое место. А так я стараюсь кота лишний раз не беспокоить. Последний перелет Москва-Владивосток ему дал гораздо лучше, несмотря на то, что он 8-часовой. Вероятно, просто кот оценил все прелести перелета в бизнес-классе больше, чем в экономе. Виктору почти 4 года. Подарили мне его на Рождество, ему на тот момент 1 месяц был. Два года он прожил во Владивостоке, потом мы с ним переехали в Ригу. И вот возвращались обратно. А это какой-то породистый кот? Ну, я обычно говорю, что это кот социальной породы. Для меня большим сюрпризом стало, что эта информация разошлась по всем новостным агентствам мира. Блогером себя не чувствую, наверное, все-таки это не совсем мое призвание. У кота Виктора появится аккаунт в социальных сетях? Ну, лично у меня, к сожалению, нет времени ввести дополнительные аккаунты. Может быть, если кого-то заинтересует это, кто-нибудь займется, то возможно. В социальных сетях мнения людей разделились. Кто-то вас поддержал, что вы своего любимца не можете оставить. Другие же люди сказали, ну и не бери с собой расход больше, чем нужно. Вот что вы можете ответить этим людям? Что можно им сказать? Здесь сложный вопрос, потому что от Риги до Владивостока 10 тысяч километров наземным транспортом преодолеть животным – это весьма проблематично. Это 10 дней ехать. Но не брать его – это значит, что нужно было оставить в Риге или в Москве. Я, к сожалению, к счастью, не могу так поступить с животным. На мой взгляд, я в этой ситуации не прав, я нарушу правила, я признаю. Но я очень надеюсь, что все-таки мои нарушения, они критичны. Потому что 2 килограмма в кабине самолета, они на безопасность остальных посоветов никак не повлияли, никак не отразились на нормальной деятельности самолета. Да, меня лишили большого количества мили, заблокировали мой аккаунт. Я был лояльным клиентом авиаперевозчика около 14 лет. Это большая проблема для вас или важнее все-таки то, что вы смогли кота провести? Нет, ну тут даже на весы не ставить. Конечно, для меня важнее, что я смог подвести кота. Красноярск принимает юниорское первенство России подзюдо. Футбольный Енисей вновь опустился в зону вылета, а Сокол переезжает в другую арену. Антон Соркин прямо сейчас с новостями спорта. Уже по сложившейся традиции крупный турнир подзюдо в Красноярске проходит с олимпийским интервалом раз в 4 года. Центром притяжения вновь стал дворец спорта имени Ивана Ирыгина. В течение четырех дней здесь на татаме выйдут более 600 спортсменов. Такого количества молодых дзюдоистов не принимал еще ни один город России. Первыми в борьбу за медали вступили самые тяжелые весовые категории у парней и самые легкие у девушек. По словам наставников, турнир обещает быть напряженным и интересным. Ведь в число участников вошли спортсмены, имеющие опыт выступлений на международных стартах. Возраст спортсменов не превышает 21 год. Для некоторых дзюдоистов это первый столь крупный турнир в карьере. За всем процессом со стороны наблюдают тренеры сборной России. Отличившийся получит шанс представлять страну на молодежном чемпионате мира и Европы. Этот чемпионат России дает, во-первых, уверенность, во-вторых, они становятся членами сборной. И дальше у них уже международные старты и дальше уже большие победы. Поэтому отсюда начинается уже их карьера в большой спорт. После победы над одним из лидеров чемпионата ФНЛ Химками футбольный Енисей с разгромным счетом проиграл Краснодару 2. Южане в каждом из таймов отправили ворота красносиних по два мяча. Красноярский клуб вновь опустился в зону вылета. Сокол также неудачно провел свой игровой день. Пернатые на выезде уступили Челмету со счетом 1-2. Команда Владислава Хромых после выездного турне возвращается в Красноярск. Добавим, ближайшие домашние матчи Сокол проведет в Кристалл-арене. А вот баскетбольник Енисей продолжает достойно выступать как во внутреннем чемпионате, так и на европейской арене. В рамках Еврокубка ФИБА красноярцы на своей площадке взяли реваншу болгарского Балкана 84-69. Благодаря этой победе Енисей закрепился на первом месте в своем квартете. Впереди у сибиряков еще два выездных матча группового этапа турнира. Антон Соркин, Дмитрий Бородай, Афонтова Спорт. И на этом выпуск наш подошел к концу. Не забывайте, что телефон редакции 285-14-14, фотографии и видеозаписи в любом популярном мессенджере можно прислать на номер 8-953-585-14-14. Также подписывайтесь на Афонтова в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. Следите за новостями на нашем сайте afontova.ru. И я напоминаю, что далее будет блог еще полезной информации. Смотрите внимательно. Я же с вами прощаюсь. В студии для вас работала Ольга Дубровская. Хорошего вам вечера. Берегите друг друга. Деликатесы от семьи Вербицких – это не только семейное мясное хозяйство, уникальная авторская марка, еда, которая приносит удовольствие. Но и лучший продовольственный продукт Красноярского края – в номинации «Мясные деликатесы». Бекон деревенский от Вербицких получил заслуженную награду в рамках агропромышленного форума, который проходит на этой неделе в МВДЦ «Сибирь». Здесь же все желающие могут и попробовать, и приобрести продукцию в замечательной линейке «Вербицкие». Колбасы вареные, копченые сервелаты, ветчины, сосиски и сардельки. Для гурманов приятных копченых ноток – балычок, бекон, галантины, карпатчо, пастрома и стики. Из привычных и традиционных продуктов «Вербицкие» создают серию оригинальных и вкусных местных изделий, которые действительно изменят ваш взгляд на то, какими могут быть колбасы, рулеты и деликатесы из мяса. Все, что производится под маркой «Вербицкие», делается по авторской рецептуре и технологически кулинарным ноу-хау. Партнер прогноза погоды – компания «Техноавиа». «Техноавиа» – это спецодежда высокого качества и высокой степени защиты. Это комфорт и безопасность во время работы и активного отдыха. «Техноавиа» – работа в радость. 15 ноября в нашем городе возможен снег. Температура днем минус 18, ночью холоднее – минус 21 градус. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.